друзья я хочу вам этим видео рассказать про меморандум игры и меморандум игры на сегодняшний но тот момент когда мы сейчас это записываем это 14 принципов и смыслов которые задают пространство нашей игры задают пространство самовизации каждого из нас мы на них опираемся в той или иной степени они являются нашими маяками или являются нашими опорными точками моменты когда нам особенно тяжко плохо и наоборот уже радостно или мы знаем куда идти или мы не знаем куда идти ну что ж первый принцип выглядит так хорошо иметь намерение жить с переживанием бесстрашия радость сочувствия и богатство этого миру в каждое мгновение жизнь здесь и сейчас не очень бы хотелось прокомментировать но вот мне нечего добавить сказано второй принцип звучит так важно обоюдно искать способ взаимодействия для достижения той или иной совместной проектной цели речь идет о том что когда вы присоединились к стартапу или вы как капитан присоединили кого-то в свою команду стартапа важно обоюдно искать способ взаимодействия для достижения той или иной совместной проектной цели мы в принципе не даем мы в принципе у нас нет понятия там приказа или поручения мы понимаем всегда понимаем ту цель которой мы идем и мы ищем совместно ищем способы достижения этой цели третий принцип звучит так для нас важна энергетическая целостность каждого в момент коммуникации друг друга не секрет что часто во взаимоотношениях или в коммуникациях друг другом один может немножко подкушивать другого речь идет о том что мы строим свои коммуникации так чтобы каждый находился в энергетической целостности каждый находился в энергетической целостности мы не вампирим мы не поглощаем мы не манипулируем мы так строим свою коммуникацию чтобы для каждого она была комфортной эффективной развивающей или мы общий термин соблюдалась энергетическая целостность человека четвертый все сложности препятствия и проблемы на нашем пути мы воспринимаем как вызов вызов для нашего роста и развития проблемы называем жемчужины потому что в каждой проблеме есть свой потенциал роста развития и следующего шага на пути самореализации человека или на пути развития проекта здесь нечего добавить пятый принцип все работы и взаимодействия опираются на доверие и возможности которые мы предоставляем друг другу у нас нет навязанных обязанностей ни прямых ни косвенных под прямыми навязанными обязанностями подразумевается я говорю тебе сделать вот это я ввожу тебя в обязанность которую навязываю тебе это сделать под косвенным подразумевает что мы общаемся 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 после этого после того как мы пообщались я ухожу домой Прихожу домой и вдруг понимаю, что мне так придется сейчас делать вот это, вот это, вот это, вот это. У меня появляются обязательства, которые мне не хочется делать. И если мне это обязательство не хочется делать в принципе, то это обязательство является навязанным, косвенным навязанным обязательством. И соответственно вы по правилам игры сибирской артели, вы его не делаете. Потому что у нас наше взаимодействие опирается на доверие и возможности, и у нас нет навязанных обязательств. А что же у нас есть? И это пункт шестой. У нас есть ответственность. Ответственность, которую каждый возлагает сам на себя, когда выбирает какую-либо роль. И когда человек сам кладет на себя ответственность или возлагает на себя ответственность, в этом случае он входит в обязательства, которые сам возложил на себя. Не кто-то ему навязал, а человек сам осознанно вошел в обязательства, или мы говорим, что взял на себя ответственность. Соответственно, ответственность может быть взята без запроса поддержки, с запросом поддержки. Мы называем запрос поддержки волшебный пинок. Он может проявляться в разных вариантах. Если вы решили каждое утро, допустим, делать коучинговую побудку, и у вас это не получается, то вы можете попросить своего друга или партнера сказать вам «Эй-эй-эй! Что ты не делаешь? Делай, пожалуйста, коучинговую побудку!» Ну или каким-то другим способом дать вам волшебный пинок под зад, чтобы вы начали делать то, что вам самим, собственно говоря, важно. И ответственность может быть записанная. То есть записанная на нашем коммуникационном сайте. Седьмое. Мы всегда структурно записываем наши договоренности. Мы всегда структурно записываем наши договоренности на вот этом замечательном коммуникационном инструменте Google сайте, который мы сейчас пользуемся. Для чего? Для того, чтобы точно понимать, о чем мы договорились. Потому что часто после коммуникации люди могут уйти с разным пониманием о том, до чего люди договорились. И мы записываем наши договоренности, чтобы точнее понимать, о чем мы договариваемся. И второе, и это особенно или особенно так же важно, мы записываем наши договоренности, чтобы в том случае, когда мы передоговариваемся на что-то, когда мы получили опыт, мы договорились о чем-то, мы сделали шаг, мы получили опыт нового понимания о том, как устроена эта жизнь или как развивается проект, И тогда мы понимаем, что нам нужно передоговориться, потому что у нас получился новый опыт. И тогда, если наши договоренности записаны, и мы меняем конкретные договоренности, мы точно знаем, о чем мы передоговариваемся, если мы меняем конкретное что-то, записанное в наших предыдущих договоренностях. И это важно, потому что мы считаем, что люди не ругаются, не слышат или не понимают друг друга просто потому, что у них не хватило времени по-настоящему договориться. Не хватило времени, просто не хватило времени по-настоящему понять друг друга. Скорость жизни убыстряется все быстрее, быстрее, быстрее. Все происходит так быстро, и у нас все больше не хватает времени на что-либо. И в этом смысле особенно важно становится то, чтобы договариваться так, чтобы мы одинаково понимали то, о чем мы договариваемся. Принцип восьмой – принимая решение, мы четко видим образ того, чего хотим, того, куда движемся, и здесь и сейчас выбираем решение из всех альтернативных, имеющихся на данный момент. О чем здесь речь? Речь идет о том, чтобы не быть той лошадью, которая стоит и не знает, пришла она или ушла. Мы называем эти состояния тупниками, и вот чтобы не находиться в тупнике, мы всегда не будем располагать достаточным количеством понимания, знаний или фактов для того, чтобы принять то или иное решение. И поэтому, чтобы не заходить в такие ловушки, мыслительные ловушки, мы говорим, что наш принцип очень прост. Мы знаем, куда мы движемся. Мы знаем, мы формируем образ того, куда мы хотим прийти. А дальше смотрим на все возможности, которые у нас есть здесь и сейчас, и выбираем ту возможность, которая с нашей точки зрения сейчас с наибольшей вероятностью продвинет нас к тому, куда мы хотим. Беря эту возможность, мы делаем действия, получаем новый опыт, и так мы двигаемся. Девятый. Мы всегда четко прописываем распределение и движение финансового потока в стартапе. В результате у нас есть финансовая ясность и финансовая роль. 60%, а может быть и 80% причин, почему стартапы не достигают успеха, когда есть нормальная хорошая команда, это потому что люди не умеют, либо не умеют считать деньги, либо они их неправильно считают. Критично важно в стартапе, критично важно в игре бизнес-драйв, и это у нас четко разработано и прописано, это понимание того, как мы делим деньги в наших стартапах. в какую финансовую роль я захожу, как и каким образом будет формироваться мой доход, как он в принципе формируется в стартапе, как, кто, сколько, там очень много вопросов про финансы. И для нас критично важно, чтобы у нас в каждом стартапе была четкая, ясная, понятная финансовая ясность. Принцип десятый. Присоединяясь к стартапам, мы всегда убеждаемся в том, что у нас есть ясность относительно того, как работает команда стартапа, то есть, если мы присоединяемся в работающий стартап, мы убеждаемся, что мы понимаем, как работает команда стартапа, мы проясняем свою роль в деятельности команды, проясняем свою роль, и мы убеждаемся В том, что вектор развития самореализации наш соостен с вектором самореализации капитан. То есть мы, если мы создаем пространство для самореализации, то мы, присоединяясь к стартапу, в каждом стартапе для нас важно понимать, что в этом стартапе, в этой работе, в этой роли мы будем продолжать двигаться по пути своей самореализации. Пункт одиннадцатый. Это мой любимый пункт из этих четырнадцати, и выглядит он так. Мы осознаем, что берем на себя ответственность за свою жизнь, и за все, что в ней происходит. Мы понимаем и принимаем тот факт, что каждый из нас может повлиять на свою жизнь таким образом, чтобы получить то, что считает ценным, важным и истинным для себя. Что означает, что никогда и ни при каких обстоятельствах мы не будем осознанно обвинять друг друга обстоятельством или какую-либо внешнюю силу в том, что у нас что-то не получилось относительно того, что мы хотели в своей жизни. И, уважаемые нытики, этим пунктом вам будет очень некомфортно в сибирской артели, потому что, если вы присоединяетесь к сибирской артели и подписываете меморандум, уповать на что-то, кого-то президентом, папу-маму, начальника, администрацию города, администрацию района, свою команду, свою собаку, своего соседа в том, что у вас не получилось то, что вы хотели, потому что они не дали вам что-то, что вам было нужно, у вас такой возможности не будет. Двенадцать. Вся информация, находящаяся на данном сайте, является собственностью артели. А это значит каждого из нас. Мы осознанно делаем информацию максимально прозрачной для большей коммуникации и поддержки друг друга. Мы считаем, что у информации не может быть собственника, потому что она приходит к нам из пространства. А пространство, оно пространство и есть. Или если вы считаете, что у вас есть коммерческая информация, которая является коммерческой или тайной, вы не выкладываете ее на коммуникационный сайт. Все, что вы выложили сюда, является собственностью сибирской артели вашей и всех вещей. Почему мы еще так думаем? Потому что, если мы по-настоящему двигаемся по пути нашей самореализации, то вашу нишу, вашу нишу, никто у вас никогда нишу вашего бизнес-прямозначения забрать не сможет. Наконец, тринадцатый пункт. Мы намереваемся встречаться не реже одного раза в месяц в рамках проекта. Встречи чрезвычайно важны. В наш вектор развитой коммуникации и всевозможных разных фейсбуков и контактов и скайпов и всего-всего-всего. А встречаться надо. Потому что в этом особство, и в этом смак, и в этом драйв. Короче, имеет смысл встречаться в своих проектах, и мы намереваемся встречаться не реже одного раза в месяц. Ну и наконец, пункт четырнадцатый. Тоже мой любимый. Подписание данного меморандума не накладывает никаких обязательств друг на друга, кроме тех, которые каждый посчитает нужным возложить сам на себя. На сегодняшний день наш меморандум состоит из четырнадцати пунктов, он такой. И если вы сейчас приняли решение его подписать, спасибо вам за доверие и добро пожаловать на третий уровень игры.